Наша программа продолжается и продолжим тему чемпионата. Еще об одном сегодняшнем мероприятии, приуроченном к нему, поговорим с Дарьей Санниковым, директором Комитета по развитию туризма и Екатериной Шаповаловой, координатором федерального проекта «Гастрономическая карта России». Доброе утро, наши гости дорогие. Доброе утро. Итак, «Гастрономическая карта России». Давайте начнем с этого. Что же такое «Гастрономическая карта России»? «Гастрономическая карта России» — это проект Федерального агентства по туризму. Мы развиваем туризм прежде всего и продвигаем регионы России. То есть мы должны рассказать прежде всего самим себе и нашим гостям то, что регионы стоят того, чтобы по ним путешествовать. И, конечно же, в основе и база проекта – это местная гастрономия. То есть мы говорим о том, что гастрономический аспект – это, в общем-то, такой вот базовый аспект, который... Да, это важная часть вообще любого путешествия, сказала бы я. Да, любое знакомство с культурой и с историей региона начинается, конечно же, с того, что мы пробуем местную кухню. Хорошо. Вот гастрономическая карта. К нам приехали футраки. Я думаю, многие уже заметили, да, потому что они накануне, насколько я понимаю, уже разместились в парке Горького. Что такое футрак? Футрак – это, прежде всего, это автомобиль, да, это практически ресторан на колесах. И нужно отметить, прежде всего, что Горьковский автозавод специально для нашего проекта, для фестивалей, которые мы проводим во время Чемпионата мира по футболу, создали эту серию. Это только что сошедшие с конвейера 11 автомобилей футраков, которые были, собственно говоря, оборудованы по заявкам наших участников. То есть мы предварительно опросили шеф-поваров, которые работают в нашем проекте, чтобы они хотели иметь какое оборудование в этих футраках. И все это было учтено, и вы там увидите, я думаю, что вот практически все. То есть там можно готовить или он просто перевозит? Там можно готовить, это рестораны, это реально рестораны на колесах, то есть там полноценно можно готовить пищу, а не доводить ее. То есть, как вы думаете, наверное, что это полуфабрикаты, которые там доводятся до готовности. А процесс потребления пищи, он уже происходит на улице, я так понимаю, да? Он непосредственно в футраке и происходит. О, в футраке в самом? Конечно, я даже не представляю, как размеры этого всего. Это на случай нормальная машина большая. Газель Некст, да, это достаточно большой автомобиль для того, чтобы там комфортно работали. Два-три повара, и, естественно, идет выдача из окошка, и в одной руке у нас еда, в другой напиток, и это происходит достаточно быстро. И все можем мы сейчас это увидеть в парке Горького, я правильно понимаю? Конечно, с 11 утра, да, торжественно открываем. Да, вот, позвольте, да, я продолжу. В городе Казани гастрономическая карта сегодня стартует в 10 утра, до 10 вечера мероприятие продлится. В 11 часов официальное открытие. Вот, и на нашем фестивале будет, конечно, представлено главным образом татарская национальная кухня, будет Элеша, Шпошмак, Кастебы, Кастебургер. Будет мастер-класс по приготовлению нашего национального Кастебургера. Также обязательно у нас будет мастер-класс по приготовлению Чак-Чака, Кыштеле, это хворост. Вот, ну и еще одной из таких главных изюминок в фестивале станет длинный стол, гостеприимный стол, который будет покрыт скатертью, вытканный из символов всех тех стран, участниц, которые играли у нас в городе Казани. Кстати, вот они, кстати, вот они здесь, в общем-то, примерно, да. Да, я вот не вижу сборную Бразилии здесь, в плаке. Они еще появятся, сегодня. Мы ждем результатов, в общем-то, сначала. Кто победит, того и разместим. То есть это самый гостеприимный стол, так как Казань является самым гостеприимным городом России, поэтому мы делаем такой гостеприимный стол, и плюс ко всему, к этому в 14.00 каждый из участников от себя что-то поставит на этот стол, и это абсолютно безвозмездно, бесплатно для наших гостей. Ну вот татарская национальная кухня нам всем знакома, надеемся, что и туристы тоже с ней познакомятся, но мы знаем, что еще будут и гости из соседних регионов, которые тоже что-то представят. Например, Балтийская килька. Так. В нашей футраке, один из футраков, то есть, понимаете, количество оно не случайно, на каждом футраке имя города, организаторы чемпионата мира. И, разумеется, мы очень стараемся именно в концепции наших фестивалей это учесть, и некоторые участники из некоторых городов-организаторов путешествуют с нами из города в город. Мы очень благодарны городу Калининграду, которые нашли возможность путешествовать с нами по всем городам, по всем нашим фестивалям. Да, такое неблизкое расстояние. Это неблизкое расстояние, но этому есть объяснение, потому что Калининград, это действительно стритфуд-столица нашей страны, и три международных фестиваля проводятся там ежегодно, и нужно учесть то, что уличная торговля, это, конечно же, оплот туризма, и нам нужно это развивать, и поэтому в нашем проекте мы как раз таки говорим о том, что туризм не важен. Вот вопрос об уличной торговле и немалый вопрос безопасности. То есть, вот насколько там соблюдены нормы хранения, приготовления, вот потому что все-таки это передвижное. Мы же провели четыре фестиваля, и вы же понимаете, так как мы... Все живы-здоровы. Так как мы все-таки федеральный проект, и подготовка очень мощная и очень кропотливая, поэтому все, что касается безопасности питания, разумеется, у нас и экспертная поддержка, очень большая федерация рестораторов и ательеров Российской Федерации, и Роспотребнадзор. Все технологии следят за тем, чтобы у нас все было в порядке. Давайте еще раз повторим время, даты, когда мы можем все это попробовать и узнать. Итак, сегодня около парка Горького, на площадке перед парком Горького, в 10 утра стартует наш гастрономический фестиваль «Гастрономическая карта». Рахим и Тигрис, добро пожаловать. И сегодня до 10 вечера вы можете прийти и попробовать, что вам будет по душе. Наше национальное угощение. Субботний вечер должен быть не только в приятной компании, но еще и вкусный. За вкусным столом. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы вам желаем удачи.